О том, как правильно оформить документы при покупке или продаже автомобиля, сегодня спросим у главного редактора автомобильного журнала, автоэксперта Ильи Огородникова. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Самый популярный запрос поисковике, если новый владелец не поставил машину на учет, что делать? Необходимо иметь полный комплект документов, который был заключен при сделке. Какие? Потому что, в первую очередь, и самый главный документ, это договор купли-продажи. Раз. Вот. Второе, соответственно, это ПТС, копия ПТС. Если мало ли ПТСа не сохранилось или копия его не сохранилась, то, в принципе, в ГАИ, если эти действия проводились, можно получить справку. Эти все документы уже непосредственно предъявляются сотрудникам полиции по месту, соответственно, выплаты штрафа. Если есть какой-то регламентированный законом срок, когда нужно обратиться новому владельцу автомобиля в этом РЭО? Срок, в который человек должен поставить новый купленный автомобиль, новый автомобильный учет, составляет 10 дней. А давайте представим такую ситуацию. Допустим, новый владелец автомобиля в эти, отведенные законом 10 дней, разбивает какую-нибудь иномарку стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Вот кто будет нести ответственность? Еще страшнее будет, если, например, в этом ДТП погиб человек. Человек скрылся с места происшествия. В этом случае, естественно, машина будет найден, владелец, непосредственно на котором машина зарегистрирована, или последний, так скажем, по документам владелец. И, естественно, все проблемы, которые будут в данный момент, они придут к нему. Здесь, в этом случае, опять-таки, у человека должны быть неопровержимые, в первую очередь, документальные доказательства того, что эта машина, соответственно, либо уже ему не принадлежит. Как правильно продать свой автомобиль или купить чужой? Внимание к документам, внимание ко всему этому оформлению. Если вы сами в этом сомневаетесь, не разбираетесь особо вот в этих всех нюансах, каких-то тонкостях, сейчас есть огромное количество, так скажем, посредников, которые за не очень дорого это все, соответственно, помогут вам оформить. Очень много, в общем-то, компаний, которые занимаются, они находятся прямо в МРЭО, то есть это в отделах регистрации транспортных средств. Если я продала машину через автосалон и не уверена, что она каким-то образом была снята с учета, не была снята с учета, я могу сама обратиться в МРЭО или еще куда-нибудь? Да, конечно, конечно. Какие же они нужны? Непосредственно здесь можно, да, в ГАИ официально можно получить справку о том, что с этим автомобилем было сделано. Спасибо, Илья. И я уверена, что ваши советы, ваши профессиональные советы усилят степень защиты петербургских автолюбителей. Будем надеяться. Спасибо.